так приветствую всех друзья с вами снова максим это вена австрия сегодня у нас 22 апреля и вот это жутко столпозарение которое вы видите это 35 35 венский марафон старт как и всегда вот штаб-квартиры он фактически на работу к себе приехал ну что друзья 40 тысяч человек бежит как я сказал как я сказал юбилейный 35 забег в этом году я участвую в эстафете не бегал я целый год целый год я вообще не бегал не готовился а потом на работе мы решили продержать эстафету так получилось что в эстафете бегут вообще четыре человека и в январе нет феврале было так что из четырех трое бежать не могли двое от себя там ноги поломали 1 командировку уехал получалось так что я вообще один потом из этих двух больных один восстановился еще двоих нашли что все-таки забег состоится я буду бежать первую дистанцию самую длинную 15 километров приблизительно с копейками и ну а потом остальные участники бегут 6 9 и 11 примерно метра я не считаю сегодняшние друзья видео будет уникально тем что я буду не просто бежать но еще и снимать у меня вот есть маленькая камера в руке постараемся заснять что-нибудь так что друзья я встал в блок 3 блок 3 это для первые два блока для элиты первые два блока для элиты третий для тех кто хочет пробежать потом по-разному марафон одно время там полумарфон другое но а если эстафета то за час 20 час 30 как раз для меня что друзья я вообще целый год не бегал поэтому эти пятнадцать километров должны быть непростым испытанием для меня а ничего так что друзья пятнадцать минут до старта а и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Все, понеслось. Первый километр. Полет нормальный. Так, ну что, друзья, второй километр пробежен. Полет хороший. Значит, пробежали Рейсблюке. Переходим к Пратору. Сейчас будет бег по Пратору. Бежать напоминаю, 15,5 километров мне. Так, ну что, бежим по Пратору. Третий километр пробежается. Полет все еще хороший. Ну, друзья, ну что, три километра. Ну, я вижу, вы видите, в чем подвох бега первым в эстафете. В том, что ты не можешь бежать как хочешь. Вокруг толпа, ты бежишь как толпа. Поэтому выйти на крейсерскую скорость не получается. Ну, а так все нормально. Друзья, четвертый километр. Толпа очень плотная. Бежать в своем темпе не удается. Приходится постоянно маневрировать. Это, конечно, жутко. Тратит много сил. Ну, ничего. Когда вот бежишь полный марафон или там половинку, то тебе как-то все равно. Ты просто бежишь там потихоньку. Никуда не торопишься. А тут вроде как эстафета. Надо быстрее бежать. Вот. Наверное, зая бежит на потихоньку. Так, друзья, пять километров. Первая отметка времени. Что сказать вам? Еще два раза постолька. И для меня все кончится. Ну, а для кого-то, кто бежит полный марафон, это только самое-самое начало. Еще ненормальный. Друзья, это страшный звук. Это звуки людей, наступающих на пластиковые стаканчики. Потому что на пятом километре была первая станция с водой. Все первые бежуны побросали стаканчики на дорогу. Друзья, где-то около седьмого километра. Начинаю потихоньку чувствовать признаки усталости. Ну, это потому что я не тренировался в этом году. Сегодня несколько раз пробежался и все. Надо держаться. Ну что, восьмой километр. Середина дистанции, можно сказать. Начинаю потихоньку вставать, конечно. Но сейчас главная задача, это держать свой темп. Никуда не рвать. А рвать уже не хочется. Сразу хочу сказать, что сегодня в Вене очень жарко. Ну, сейчас уже градус 120 точно есть. Не завидую марафонцам, которым к часу, к 12 к часу будет уже 25 не меньше. Ну что, друзья, сейчас сама середина, нужно сжать зубы и давить. Так, девятый километр. Двигаем в город. Народу стало много. Ну, толпа остается толпой. Водичка, наконец-то водичка. Попить срочно. Жара прям солнца в голову. Печет. Так, друзья, ну что, 10 километров. Ключевая точка. Часы показывают 53, 53, 30. Ну и чего. Нормальное время. Толпа, как вы видите, никуда не делать. Топикает, замеряет. Официальное время. Чип на ноге. Ну что, осталось одна треть. Самое время рассказать вам про психологический трюк. Если вы бежите длинную дистанцию, старайтесь ее мысленно разделить на кусочки. И держать эти кусочки. Вот если вы бежите 15, например, то это 3 раза по 5. Но 3 раза по 5 психологически гораздо лучше, чем 15. Поэтому две трети я пробежал. Осталось одна треть. Спасибо за субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, 15 километров, мне совсем капельку осталось, но тут едет скорая помощь, все идут, поэтому бежать невозможно, кому-то плохо, поэтому скорая едет по середине, нужно сделать рейтинг с газа, все должны зайти с лево-право, в этой водичке. 500 метров осталось, друзья, я, конечно, очень устал, но, что, набежали последние метры. Ну что, друзья, все, набежал я, время примерно час двадцать пять, можно было немножко быстрее, конечно, но вы сами видели, что бег первым, это толпа, это все, 15 километров толпы. Так что, нормально пробежал, для своих кондиций, конечно, ничего, хорошо. Уже, наверное, километра с седьмого, даже с пятого были люди, которые шли пешком. Ну, я честно держался до конца, только видели, там, на последних метрах пришлось остановиться. Скорая, кстати, до нас так и не доехала. Ну, вот так, друзья, так что, всем, кто участвует в каких-то соревнованиях или не участвует, просто хочу сказать, что раз в год что-то такое надо делать, очень сильно мотивирует, подает сил, энергии. Все, друзья, с вами был Максим, это был тридцать пятый Ленский марафон, я бежал в первую часть эстафеты, всего хорошего, пока-пока. Друзья, забыл я выбросить чип свой в коробочку, пришлось возвращаться, так вот, прошло уже, сколько прошло, минут сорок после того, как я закончил, а люди все еще бегут. Ну, тут, конечно, тут, конечно, в основном уже те, кто медленно бегут или либо идут. Жена говорит, что несколько человек забрали, скорая забрала на ее глазах. Просто очень жарко было, очень жарко, я... А тут, конечно, уже в основном люди, которые... Которые... Ну, устали очень сильно. Не знаю, сколько они... Половинка, да? Давайте, ребята, давайте. Пожелаем всем удачи, чтобы как можно меньше травм было, на этом забеге. Всегда, конечно, на таких забегах бывают... Люди попадают в больницы и... Ну, об основном обезвоживания, конечно. Ладно, друзья. На этом мы с вами точно закончим. Вольшен Брун. Все, прощай. 35-й Венский марафон. Я, честно говоря... Пришло время поделиться личными... Честно говоря, сейчас я вообще с трудом огромным представляю, как я мог бежать в полный марафон, потому что 15 километров эти были очень непростыми, очень непростыми. А как я бежал 42 километра, я сейчас вообще... Не то, что не представляю, а... В голове у меня не умещается, как это было. Ну, во всем, все тоже за тренировки, тренировки. К марафону, конечно, нужно серьезно готовиться. Бегать многочасовые, ну, 2-3 часа забеги. Набегать там по сотне километров в неделю. Быть в хорошей форме. Сейчас, конечно, я сместил свой фокус с бега немножко на фитнес. Есть у меня говарный план Капкан. Пойти в кроссфит-студию в Вене. Попробовать, по крайней мере. Для этого я дома выполняю всякие фитнес-комплексы. Ну, так, друзья, такие у меня спортивные планы. Не все же нам с вами про Австрию разговаривать, да? Нужно же и про спорт немножко. Тем более, возраст уже не 18 мне. А можно сказать, что в 2 раза больше, чем 18. Поэтому нужно думать о здоровье. Все, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok